Продолжение следует... Значит, у нас магистратура на факультете компьютерных наук. Отделение называется программа анализ данных биологии в медицине. И мы набираем туда смешанных специалистов, как вы знаете. То есть не обязательно иметь образование компьютерщика. У нас общая предметная область, которой можно заниматься после окончания нашей программы, называется биоинформатика. Это очень широкое слово. Значит, поэтому биоинформатикой могут заниматься как биологи, так и компьютерщики. Кроме того, мы не ограничиваем себя анализом биологических данных. Люди могут заниматься медицинскими данными, хотя у нас анализ медицинских данных... То есть мы этому учим гораздо меньше. У нас есть несколько курсов, но в основном программа нацелена на анализ данных молекулярной биологии и с большим, в общем-то, уклоном в научную деятельность. Не в индустрию, не в промышленность, не в компании. Хотя, опять же, то есть и компании присутствуют, и выпускники работают в компаниях. Мы набираем смешанные группы в том смысле, что берем и биологов, и компьютерщиков, и даже врач. Мне кажется, нет. Вот врачам она меньше всего полезна, потому что врачам нужно много медицинской статистики. У нас как раз с этим не так хорошо, тем более уже сообразовывают. То есть мы учим прямо за молекулярной биологией. У нас курсы молекулярной биологии, методы машинного обучения, геномика, не генетика, именно геномика. Все эти данные, секвенирование следующего поколения. Врачам, которые у нас идут на собеседование, то мы обычно рекомендуем, просто им достаточно какой-нибудь курс по статистике пройти, если им не хватает статистики для обработки их медицинских данных, или даже просто сотрудничать со статистикой для хороших научных публикаций. Значит, если нет предыдущего образования в биологии и математике, есть рабочий опыт программирования, ну, возможно, поступление, главное показать заинтересованность. То есть у нас конкурс портфолио. Портфолио, там все расписано под баллом, там много чего. Там учитывается и вуз, какой закончил. Ну, в общем, профильный, непрофильный, тут зависит. То есть у нас профильная считается математика, программирование, биология, даже физфак чуть меньше физически, менее профильный. Но все-таки желание всегда перебивает. Если, предположим, человек уже участвовал в биоинформатических проектах, он уже понимает, что это такое. Например, он окончил институт биоинформатики питерский. Например, он прослушал курсы на Курсера, может быть, уже работает в какой-то группе. Вот это все дает огромные баллы. Там мотивация оценивается в пятую часть, 20 баллов. Участие в проектах и публикации, конференции тоже отдельно. Ну, наверное, если человек и не имеет профильного образования, и не участвовал в биоинформатических проектах, то у него просто будет уже минус 40 баллов. И он может по конкурсу не пройти, даже если у него все остальные параметры хорошие. 40 и 100, там суммарно 100. Вот. Ну, вот так мы набираем, значит, проходит конкурс портфолио. И в итоге у нас получаются такие смешанные группы. Ну, ФКН обязательно присутствует. Плюс биофак МГУ попадает, и Тиберязевская академия, и физфак, и физтех, и какие-то другие вузы. И медицинские у нас, выпускники медицинских институтов, университетов тоже представлены, есть такие. И мы начинаем нашу программу тем, что мы немножко первый модуль подгоняем этих и других. То есть мы даем курс молекулярной биологии, на такой серьезной молекулярной биологии, от которого только биологи освобождаются. И в то же время биологам мы даем математику, теорию вероятности мат-статистику, общую математику подгоняем, освобождаются, соответственно, там ФКН, кто это проходил. Это первый модуль. А потом уже все выравнивается, второго семестра начинается полноценная биоинформатика. И вот так вот в конце концов получаются хорошие специалисты, которые у нас работают в лабораториях Сколково, и за границей стажируются, и наукой занимаются на факультете. Я заведующая лабораторией биоинформатики на факультете, где тоже студенты работают. Наверное, вот как бы вводная часть от меня все. Давайте я буду отвечать на ваши вопросы целенаправленно. Нет образования в биологии, но заинтересовалась биоинформатика в универе, прошла курс в Телефанговской утехи, возможно, поступить, если образование было в другой сфере. Ну, действительно, вот как я сказала, конечно, возможно. То есть просто идет конкурс портфолио. Сейчас точно раскладку не скажу, но где-то 20% это диплом с оценками, 20 баллов, еще 20, 10 баллов достижения, какие вы прослушали курсы на степике, в каких конференциях, в курсере, какие у вас грамоты, награды. Отдельно статьи и участие в конференциях, это если вы работали в коллективе, проект. Можно сейчас успеть пойти в какую-нибудь группу, лабораторию, успеть сделать какой-то проект. У вас экзамены в августе биоинформатические, это будет огромным плюсом, и заодно вы познакомитесь, что это такое. Мотивационное письмо 20 баллов, а еще 20 баллов только победить, дается сверх победителям Олимпиады, Вышкинской специально. Это вы спрашиваете, не скажу какую, это вы спрашиваете нашего менеджера магистрской программы, Илону Яковлеву, ей можно написать письма. Она всегда ответит, она скажет, какие Олимпиады зачитываются. То есть фактически, кто не участвовал в Олимпиадах, там максимум будет 80-100 баллов. Ну там средний обычно 65, где-то так у нас проходной, насколько я помню. Так, следующее. Вот хотела бы узнать подробнее по анализу медицинских данных. Вот как раз я лично не очень хорошо об этом скажу, я эти курсы не читаю, но знаю, что у нас есть два каких-то курса по медицинской статистике. По-моему, Власов Владимир Владимирович считает один. Ну вот и, наверное, может быть даже это и все, потому что основные курсы это практическая биоинформатика, революционная биоинформатика, то есть там идут программы, как скачать геномы, как посмотреть, как они размечены на гены, на гены. Как построить эволюционные деревья, молекулярная эволюция, целый блок. Как найти мотивы, вот такие вещи. Достижения учитываются только в биоинформатике или в прикладной математике? В прикладной математике тоже. Вообще достижения студента, пока он был студентом, да, учитываются, да. Все достижения учитываются. Все, что у вас есть, все у вас грамоты, призы, хакатоны, все, что есть, все сгребайте в одну кучу, но вот очень рекомендую все-таки немножко попробовать эту биоинформатику, у вас есть время. Может быть сделать какой-то небольшой проект с какой-нибудь группой, это огромный плюс. Так, вопросы пока кончились. Давайте еще жду. Какими примерными задачами занимают студенты в рамках обучения? Можете подробнее рассказать про различия между биоинформатикой и медицинским направлением. Ну, так скажем, у нас в основном обучение просто больше анализ данных молекулярной биологии, больше биологических данных, да. Но на курсовых проектах студенты, если у них есть такое место, где они могут проходить практику, мы никогда не запрещаем и даже приветствуем, скажем, студент, уступивший на первый год магистратуры, ему надо выбрать на год тему курсовой работы, он должен определиться с ней к ноябрю, 15 ноября, ну, как и на диплом обычно, да, студенты выбирают, или в бакалавриате на те же курсовые, значит, он выбирает тему, и тему, если ему нравится какая-то группа вне университета, но, значит, руководитель согласен вести его, то мы связываемся с этим внешним руководителем, или он как-то с нами связывается, говорит, что вот хочет, чтобы была такая-то тема, например, у нас там, ну, сейчас анализ данных видеоизображений, да, каких-нибудь медицинских, МРТ, или каких-либо других снимков, цитологических, например, да, сам Бог велел их анализировать методами машинного обучения, и, пожалуйста, у нас есть такие студенты, которые работают с таких групп, это их научный проект, ну, здесь вот мы им поможем, ну, если он сам не с компьютерных наук, с машинным обучением, а уже конкретно задачу, чтобы это было нужно врачам, и все правильно, это уже обеспечивает его внешний научный руководитель. Кто-то работает у нас в компаниях по, например, персонализированной медицине, скажем, у нас есть студенты, которые работают в компании Boston Jeans, и там в том числе нужен в качестве их дипломных проектов, это анализ баз данных персонализированной медицине, да, там есть тоже много подходов, это, естественно, первичная цифровка, подходы NLP, это разрешается иметь как дипломный проект или курсовой проект, ну, или, соответственно, любой другой, да, любой другой проект, который будет связан с медицинскими данными и будет кем-то курироваться, и вы найдете это место, которое вам интересно, и кто-то вами будет заниматься, а мы будем просто отслеживать, что вами хорошо занимаются, не халтурят, то, пожалуйста, это свобода творчества. Так, следующий вопрос. Ну, не знаю, какими задачами занимаются студенты в рамках обучения, это я вот не ответила. Медицинские, да, потом, ну, это уже какие, значит, все преподаватели дисциплины нашей выкладывают свои задачи, в том числе Михаил Сергеевич Бельфант и преподавать другие преподаватели Сколково, они будут висеть в системе, ну, это данные, анализы данных секвенирования следующего поколения. Задача организации структуры хроматин – это данные HIC, данные по разным экспрессиям, в том числе Single Cell Sequencing, это когда данные экспрессии можно получать из одной клетки. Тоже, пожалуйста, там будет целый перечень, я всегда выдаю свои задачи, у меня разные задачи, основные интересы – это анализ вторичных структур ДНК, эпигенетического кода. Вот, что еще? Дальше, ну, вот, какие эволюционные задачи, да, по молекулярной эволюции, исследования эволюционного происхождения бактерий или других организмов приходят в голову. Ну, и, опять же, расширение возможно, это такой пул, который составляет, то есть обычно есть преподаватели в программе, у них есть те, кто занимаются наукой, у них есть свой пул научных задач. Если, скажем, студент знает, что он хочет делать в любой другой группе, то мы это приветствуем. Так, как происходит отбор абитуриентов? Отбор абитуриентов, конкурс «Портфолио», это все, есть все условия на сайте, как я уже говорила, там несколько позиций, и дипломы, и награды, и сертификаты, и мотивационное письмо, и участие в прошлых проектах, все это сомнируется по баллам. А, и собеседование, собственно, там 20 баллов дается за само собеседование, а на самом собеседовании задаются, ну, несколько разные вопросы. Скажем, если это математик, в зависимости, какой-то профессиональный вопрос по базовому профессиональному образованию, который получили, скажем, если этот человек закончил ФКН, ему спросят что-то профессиональное из того, что он проходил, и по биологии какой-то общий вопрос, не требующий профессиональных знаний. И наоборот, если это биолог, то предполагается, что он как-то профессионально усвоил биологию, ну, и имеет понятие, что такое математика или программирование. Как может происходить взаимодействие с лечебными учреждениями для проведения исследований, если такое возможно. Ну, тут все индивидуально, видимо, такого общего правила нету. То есть, если есть группа, с которой вы знаете, что хотите взаимодействовать, и задача, которая сформулированная, достаточно для, мы как бы определяем, является ли она достаточной для магистрской диссертации, то, пожалуйста, если это не секретные данные, и тут главное, чтобы это возможно было представлять на защиту. То есть, здесь инициатива будет идти от студента. Мы специально такие взаимодействия не организовываем. Стоимость обучения, это я совсем не знаю, это к менеджеру. Также у нас бесплатная программа, а кто не проходит на бюджет, не знаю. Илона Яковлева, менеджер программы, вам обязательно ответит на этот вопрос. Примеры магистрских работ, связанных с медициной. Название. Наверное, тоже надо связаться с менеджером нашей программы, поскольку у неё как раз будет полный перечень таких работ, и она вам подскажет, скажет название. Возможно, они даже опубликованы где-то на сайте, потому что, ну вот у меня опубликованы, ну на моём сайте опубликованы все мои работы, которыми я руководила, но они как раз не медицинские, поэтому это будет по мне информативно, они по руководителю собираются. А если этот руководитель не работает в вышке, то да, тут вы не увидите это на сайте. Напишите Илоне Яковлевой, она вам пришлёт название. Какие ВКР есть на сайте программы? Давайте тоже к менеджеру Илоне Яковлевой. Яковлевой, я не знаю, даже публикуются ли эти названия на сайте ВКР. Вот, значит, всех, у преподавателей, которые работают в высшей школе экономики, у них есть своя личная страничка, и на этой личной страничке будут опубликованы, в преподавательской, по-моему, деятельности, будут опубликованы темы работ, которыми он руководил. Вот такие выборки по преподавателю. У нас работает Сергей Александрович Спирин, Михаил Сергеевич Гельфант, но у него могут не все быть опубликованы, потому что ему некогда, хотя это автоматически должно подсоединяться, ну, соответственно, у меня. Ну, кто у нас еще есть? Павел Мазин, который совместно с Колковой и наша магистратура. Я могу всех забыть. У нас много совместителей преподавателей, которые преподают. Абазыкин, Егор, он препрофессор Сколтеха в первую очередь. Ну, посмотрите на его страницы. Половина преподавателей работает либо по совместительству еще и в... То есть у них, они и профессора МГУ и Сколтеха, и преподают на нашей программе. Я вот не... Может быть, у них не будут полные страницы. Так, каталог ВКР есть на сайте программы. Замечательно. А какие вузы есть возможность поехать учиться по обмену? У нас, во-первых, можно найти свой... Какой нравится и этап. Каким-то образом это обсуждается. У нас есть специальный отдел, который занимается студенческими обменами. Но то, что у меня на слуху, это университет Гента в Бельгии. Вот я ездила там соглашение у вышки полное. У вышки соглашение Соколь Политехник в Париже. И целый перечень с этим Сапьенца, университет в Италии, с Римом. И еще другие. Значит, когда поступают студенты, с ними происходит... Проходят собрания. Есть у нас специальный человек, Сергей Карапетян. И, кстати, вы его на сайте найдете, нашего факультета. Вот он занимается международным обменом. Он вам прям конкретно, расскажет, кто, что, чего может, какие приоритеты, какие возможности есть, все расскажет. И он отдельно проводит целое полуторачасовое собрание со студентами, когда они поступили, какие у них возможности по обмену. Есть ли в программе изучения феномена модерации? Я не знаю, что такое феномена модерации. Ну, network analysis. Сети, графы, что такое, какие-нибудь, пожалуйста, встречаются, если это биологические сети. Очень запросто. Нужных в биологии есть. И были дипломы даже по этой теме, я помню. Феномен модерации, не знаю, что такое. Так, пожалуйста, еще. Не то, что возможность. Значит, вопрос такой, есть ли возможность начать научную деятельность на первом курсе. Не то, что возможность. А, на первом курсе магистратуры или на первом курсе бакалавриата. На первом курсе магистратура прям нужно, вы обязаны уже начать на первом курсе магистратуры научную деятельность. Для этого дается тема курсовой, вы выбираете, и именно наукой занимаетесь. А, если про бакалавриат, ну, наверное, можно, но сложно, еще там много учебы на первом курсе бакалавриата. Курсовую. Можно потом, как стать, его опубликовать? Ну, конечно, если вы, если этот материал публикуем, если задача публикуемая, все зависит от задачи, от ее решения. Ну, у меня есть студенты, с которыми мы после бакалавриатских дипломов подаем статью первой квантильской опусы. Сейчас подали. То есть это все зависит от студента, конечно. Больше, чем от научного руководителя. Ну, от научного руководителя зависит, какой он задачу поставит. А уже от студента, как он ее реализует. То есть, наоборот, даже приветствую, не то, что потом. Если вы можете в процессе у нас публиковать статью, у нас, кто серьезно погружается в научную деятельность, они ездят на конференции, публикуют тезисы. Это очень здорово. Это потом помогает и в дальнейшем пути. То есть те, кто хотят заниматься наукой, то как раз надо успеть и опубликовать тезисы на конференциях и съездить на какую-то конференцию. В идеале, если... Это редко, потому что это сложно. Все-таки научная публикация, она требует много сил. Но если вдруг у студента получается публикация во время магистратуры, у него большие шансы попасть в академическую аспирантуру с большой стипендии с стажировками в иностранных университетах. Занимаетесь ли вы математически, моделируемой медициной? Я лично нет. Ну, у меня пошли... Сейчас так пошло... Скажем, не совсем правда. Я только-только начинаю заниматься машинным обучением фармакогеномики. То есть у нас есть коллаборации, мы пока ставим задачи и строим, пытаемся методами машинного обучения предсказать восприимчивость к тому или иному препарату. У меня есть такие зародышевые проекты. Так... Ну, это, наверное, не математическое моделирование. Ну, можно сказать, это машинное обучение применение к фармакогенетическим данным. Так... Что еще? Еще спрашиваете? Вопросов не вижу, не слышу. Можно умственно. Здравствуйте. Меня слышно? Очень-очень плохо. Что-то слышу, что что-то пытаетесь сказать. А вот так лучше? Так лучше намного. Я хотел узнать касательно... У вас есть бакалаврская программа клеточной и молекулярной биотехнологии. Вот. Это не на нашем, наверное, факультете. Да, я знаю, что не на вашем факультете, но исходя из того, что вот я учился на программе ФИИТ, это фундаментальная информатика и информационная технология, поэтому у меня с биологией по большей части ничего не было связано. И... Так как большинство занятий будет начинаться в 3 или 6 часов, у меня все утро и день свободно, допустим, то я бы мог ходить на лекции, то есть это во факультет. Ну, конечно, почему нет. А, ну... Сами своим временем распоряжаются. Понятно. Ну, то есть просто спроси, есть ли такая возможность ходить на лекции не в своем направлении, по идее? Любые, я думаю, да. У нас только этот факультет был на Юго-Западе, я настолько знаю, на Биафах, это на базе института. Биорганическая химия. Сейчас, сейчас, прошу. Это между Юго-Западной и Беляево. А мы на Покровке, ну, пожалуйста. Конечно, как хотите. Сейчас образовывайте, только приветствуется. Так. Все вопросы, потому что я так не знаю, что сказать. Ну, отборы будут в августе, непонятно, каким образом, онлайн или оффлайн, но это не важно абсолютно, как вот я уже месяц сижу в онлайне и понимаю, что и предзащита проходит, и экзамены в аспирантуру, и, в общем-то, в нашей специальности это совершенно беспроигрышный вариант. То есть я не могу сказать, что мы теряем в качестве из-за онлайн, потому что изучать там портфолио мы все равно смотрим. Он загружается на Google Диск, все отсканированные документы, мы их все равно онлайн изучаем, мы с человеком беседуем. Тоже онлайн, то есть даже если это будут вступительные экзамены онлайн, в этом нет ничего страшного. Основная рекомендация это попробовать, то есть немножко понимать, изучить перед тем, как идти, что преподают, что бы не было, какие предметы. Смотрите действительно темы ВКР и курсовых, если тем более они опубликованы на сайте магистрской программы. Даже если вы не найдете там тему, которая интересна вам в настоящее время, это ничего не значит, потому что, как я еще раз говорю, у нас мы сотрудничаем с огромным числом у нас тут институтов, все академические институты, которые раньше и сейчас существуют, академические институты, могут быть вашими площадками для работы. И компании биотехнологические, биоинформатические, то тоже могут место, в котором вы можете и работать, и заниматься научной деятельностью. Так, еще пошли какие-то врачи. Есть ли возможность поступить студенту, который раньше обучался по направлению биомедицинские системы и технологии? Это какой факультет? То есть информатики было не очень много, уровень биологии тоже начальный, грубо говоря. К примеру, если самому подтянуть дисциплину с помощью курсов на курс СР, это шанс будет. на базе какого факультета биомедицинских систем и технологий? Звучит, как должно быть что-то все-таки компьютерное, как им заниматься? Я не очень понимаю. Или это мединститут? Кто задал вот вопрос, что такое биомедицинские системы и технологии? Это какой факультет? Это Бауменовка. Ну, то есть Бауменовка у вас, ведь мат все-таки образование должно быть. Тогда, наверное, вы же каким-то... У нас... Ну, вот, чему нас учат? Нас учат АР, АР проходит, Питон. Да, но Питон сейчас вообще такой язык. Ну, скажем, у меня вот сразу начинается первый модуль с курса машинное обучение на Питоне, который вот шаг за шагом, ну, биологи осваивают поэтому я не думаю, что студент Бауменовки не освоит, раздеваловки осваивает. Ну, АР тоже параллельно идет, там пакеты удобнее для обработки данных. Ну, Юникс, да, нужна в биоинформатике, вообще без нее никуда. Ну, тоже пенно осваивает. Не обязательно знать ее заранее. Опять же, там есть студенты, которым тяжелее программирование, но куча задач, где не нужно такой там скрипты на Питоне писать, и даже программировать не надо. Ну, так, на базовом уровне они осваивают, а занимаются, скажем, такими задачами, где надо просто пользоваться программами и делать большой анализ данных. Есть такие. Доступна ли магистрская программа на сайте предметы? Должны быть. Должны быть. Если вдруг недоступны, то, опять же, напишите менеджеру Илона Яковлева. У нас там есть расписание, но расписание вы увидите сейчас, срез. Конечно, предметы должны быть обязательно доступны. Есть опыт работы в мат-лапе. Он, конечно, не помешает. Но даже если вы не знали раньше Питона, ничего страшного. Главное желание. Как показывает опыт, желание перебивает. То есть, как бы, желание, большое желание чего-то достичь, вас, собственно, стимулирует и освоение знаний. Здесь уже преподаватель поможет, а так и пройдете все курсы и на Курсере, и в интернете, что есть. Тысяча курсов. И у Вышки очень хороший онлайн-курс. Есть начальный Попитон, новую факультет компьютерных наук. Замечательный курс. С Ростакашина. И более продвинутый Евгения Соколова. Все это есть онлайн. И даже, если этого и не проходили, то достаточно по основам получите в первом же семестре, как к нам поступите. Так, давайте еще дадим время сформулировать вопросы. Нету больше. Ну, сейчас такое как раз время, когда Вы экономите время на дорогу, дома, в интернете. Можно как раз осознать, понять, что нравится и подготовиться к экзаменам в магистратуру, собрать портфолио. Можно прослушать, желательно прослушать даже, наверное, какие-то курсы на курсерии или степике. Понять, что нравится, чем бы Вы хотели дальше заниматься биоинформатикой, понять, предоставит ли наша программа эту возможность. Успеть можно писать письма, задавать вопросы. Илона Яковлева всегда отвечает. Если это научный ответ, то пересылает мне. И я отвечаю, если это связано с научно-преподавательской деятельностью. Ну, если вопросов нет, тогда, не знаю, дополнительные предметы. Что такое дополнительные предметы? Типа спецкурсы по выбору? Или что такое дополнительные? Не поняла вопрос. Спецкурсы по выбору? Да, мы есть. Конечно, есть спецкурсы по выбору. Обязательно. А вот Могалека еще. Тамара Васильевна написала. Обязательно ознакомьтесь с программой предметов, чтобы понимать спектр. А так, но, еще раз повторяю, это как бы не является ограничителем вашего направления научной деятельности. С другой стороны, я знаю, что студент, если он как бы этим не занимался, он еще не знает, чем ему нравится. И, собственно, выбор у нас научных направлений происходит таким образом. Как только студенты поступают на программу каждую неделю разные преподаватели, которые выставляют темы курсовых и дипломных работ, они начинают выступать перед студентами, рассказывая направление своей научной деятельности. Так что выбор вам нужно будет сделать к 15 ноября. И до этого большинство преподавателей, то есть вы уже будете знать, кто чем занимается, по крайней мере, из тех людей, с которыми мы непосредственно тесно сотрудничаем. То есть либо это сами преподаватели программы, либо это люди, которые обычно выставляют темы для научной работы на преподавании программы. Но, опять же, если вы понимаете, что это ложится в тематику программы, биоинформатики, и человек занимается наукой, из любого другого места Москвы и не Москвы, то, пожалуйста, вы подходите к нам, вы говорите, что хотите заниматься этим, и мы это оформляем как вашу научную работу. Ну, и мне можно то, что пишите всем письма, не стесняйтесь, мне можно лично писать письма, все адреса есть на сайте. Ну, тогда я желаю всем успехов и надеюсь увидеть вас всех на вступительных экзаменах в администратуру, на собеседовании. Всем хорошего дня, берегите себя и своих близких, как сейчас заканчивают свои выступления все, но это действительно так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!